На ладони линия На ладони линия Линия сегодняшнего эфира Да, линия привела нас как раз таки В странный вечер Да, друзья, встречаем вечер на стране На телерадиоканале Страна FM Здесь, как всегда, мы вместе с Мишей Майк Войс Маш новая Я вот так рад Чемпионат по футболу как будто бы не уехал Понимаешь, все закончилось, а ты только сейчас В гетрах, сборная Эстонии Прибыла на чемпионат мира, поздравляем вас Миша, ты заметил, какая сегодня дерзкая Какая сегодня спортивная, потому что Сегодня у нас будет такой, знаешь ли, острый юморок Потому что у нас сегодня такой же гость Очень интеллектуальный, очень интеллигентный Красивый, да, поэтому, друзья, прошу любить и жену Нет, 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 ты Ты сейчас увидишь, как выглядит настоящая интеллигенция У нас сегодня в гостях актер, стендап-комик Комедийный автор, а также артист Стендапа Циммермана Амбарцум Симонянс Амбарцум, привет Привет, привет, привет Здравствуйте, как настроение? Отличное настроение Привет Это я, красивый мужчина Посмотри, человек пришел при полном параде В пиджачке, в рубашечке Так, это пижама В галстучке Все как полагается Если у человека такая пижама, то как же он ходит на мероприятие, интересно А я видела, кстати, Амбарцума на мероприятии Я видела, как ты выступал Стендап Циммермана, у вас было завершение, закрытие сезона И мы, по-моему, там с тобой как раз после концерта И чуть-чуть немножечко виделись И вот, да Это так называется Оболвились пары словечка Он говорит, а я приду к вам в гости С Михаилом уже все Мы связались, да, Амбарцума Тебя очень рады видеть Скажи, пожалуйста, как твое настроение? Как тебе погода? Как ты до нас добрался? Нет, добрался это можно опустить Настроение отличное, потому что я вернулся из отпуска А тут вот такое А я и думаю, такой загорелый Некоторые называют это просто армянин Но на самом деле, я просто, мы были с семьей в отпуске в Греции И мне нравится, когда я там много провожу времени Смотрю на море, на какие-то просто природы А потом приезжаю сюда, здесь город, дождь, мне нравится А тебе больше природа нравится или мегаполис? Вот ты больше какой человек? Мегаполис Ты в деревне житель мегаполиса? Нет, 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 мегаполис Ты современный, актуальный Друзья, все стесняются спросить, а все это я и Маша Но мы не можем обойти стороной этот вопрос Ну, конечно же, про имя Потому что кто-то сейчас включил, может быть, радиоприемник А тут говорят какие-то страшные вещи И никто не понимает про что Амбарцум Да, Амбарцум Это что-то значит, как-то переводится? Да, конечно Было бы странно, если бы это не приводилось Просто набор букв Но, но, Амбарцум это значит С армянского вознесения Это христианское имя Я очень долго шутил на тему своего имени Полгода карьеры в стендапе было построено Исключительно на монологах и шутках про мое имя Дело в том, что я Амбарцум, но я Владимирович И, да, я Владимирович, маму мою зовут Светлана Дедушку, который настоял, чтобы меня так назвали Звали Алексей Бабушку зовут Зинаида Ну, то есть, понимаете Ай, да, да Амбарцум Владимирович Слушай, это уже смешно звучит Да, и я очень много об этом шучу Шутил раньше Сейчас все равно надо Существует закон, когда ты выходишь на сцену И люди тебя видят первый раз Ты не можешь игнорировать тот факт, что ты Амбарцум Нужно что-то сказать Вот я сказал Знаешь, вообще в жизни, мне кажется, невозможно игнорировать этот факт А вот в детстве, скажи, вот в детстве Что вот было в школе? В детстве, в школе, ну, я очень сильно переживал По поводу имени? Да, да, да Ребята дразнили как-то, да? Ну, я боялся, что меня будут дразнить И придумывал разные варианты, как я буду им отвечать Родители проводили со мной работы Но нет, на самом деле все в порядке Амбарцум и Амбарцум Ну да, дружил с Аристархом, соответственно Собственно, как все, как всегда Нет, это странно, может быть, потому что как-то Ну, я не знаю, по какой причине Но Амбарцум и Амбарцум Но нет, первые пару дней пришлось подраться чуть-чуть Как бы там говорить Я Амбарцум Нет, я пришел Я пришел, сел и учитель говорит Амбарцум Так, да И сзади я слышу Барсук Барсук? Да, я такой Ааа, нет Я подхожу, говорю Мальчик, я не Барсук, я Амбарцум Он говорит, хорошо На следующем уроке опять Барсук Ну, в общем, пока мы друг друга не поколотили Ну, дети колотят друг друга очень мягко Но мы стали с ним в результате дружить И все, я Амбарцум До девятого класса То есть, Миша, ты понял, да? Амбарцум никакими другими видами животных И вообще названиями не разум Дорогие друзья, я уже вижу этот взгляд от Амбарцума А то он мягко побьет нас Да, не хотелось бы, чтобы за эту паузу Мы лишились одного из ведущих Поэтому давайте послушаем музыку Надеюсь, вернемся все втроем Друзья, все наяву Это не сон Да, сегодня у нас практически жених Сидит Амбарцум Сиванян Привет еще раз Да, друзья, сегодня говорим о юморе Кстати, хочу сейчас вот целенаправленно Прямо-таки вот в эту степень начать Ведь смотри, у тебя актерское образование Как я узнала, правильно? Да, да, да То есть ты изначально актер Ты служил в театре Да Да И потом, как тебя занесло на подмостке, собственно, стендапа Вот в эту во всю историю Как все закрутилось? Эго Человеческое эго занесло А, все понятно Если кратко, я очень Мне всегда было интересно Выступать на сцене И что-то нести людям Но не под маской какого-то персонажа Чтобы они воспринимали прям мои мысли Да, чтобы они понимали Вот это говорит прям Амбарцум Амбарцум в роли лисички или гамблета А, то есть ты пошел по пути Нагиева Просто когда люди хотят посмотреть Нагиева в кино Они смотрят там Нагиева и все Чтобы он не играл, ну условно Ну, и я рассказываю еще всегда пример того, что был спектакль Это была сказка Пушкина Я был один из корабельщиков И в какой-то момент я подумал Так если я не выйду на сцену, даже никто не заметит И я не вышел И никто не заметил И я понял тогда, что Тебе это задело, скажи, пожалуйста Меня это очень сильно задело Я понял, что я хочу, ну, как бы сам нести ответственность Чтобы люди заметили, что если вдруг тебя нет, то все Праздника не будет ни у кого Потому что стендап это всегда двойная ставка Зал тебе аплодирует и смеется и как артисту, и как автору Но и двойной провал Если ты плох, тебя ненавидят и как артист, и как автор Потому что театр тебя прикрывают Декорации, партнеры, режиссеры А вот, кстати, хорошая мысль Слушай, впервые я на самом деле поддерживаю Да, да, да Именно поэтому, собственно, мы здесь и вдвоем Мы просто страхуем друг друга, если что, на нее все свалю, вот и все Если декорация будет падать, то понимаешь, сначала на мишку, потом я доведу этот рейд Было плохо, я говорю, ну, вы сами понимаете, из-за кого. Ну, слушай, ну и тебе это поприще больше нравится, или все-таки ты немножечко скучаешь по сцене, по актерской деятельности? Ну, во-первых, актерская деятельность не остановилась, у меня есть там антрепризные спектакли. А у тебя все в такой гармонии. Да, я периодически снимаюсь в кино, в сериалах, но надо сказать, что через пять лет плотных занятий стендап-комедией, я понял, что это не взаимозаменяемо, это очень разные два вида. Подожди, ну актерский навык же помогает тебе на сцене? Безусловно. Ты отыгрываешь какие-то оценочки, ты же понимаешь, где надо сделать паузу. Просто люди без актерского образования, им же тяжелее, наверное, они просто шпарят вот так вот монологом все это. А ты уже умеешь как бы варьировать умами людей. Ну, безусловно, вот так это выглядит. Вот это вот так. Нет, есть разные виды комедии, и моя часто строится на том, что у меня много какой-то актерской игры, и часто даже не очень смешную шутку можно как-то очень объемно, ярко подать, и зал будет смеяться. Безусловно, помогает, но это как бы, я не считаю, что что-то взаимозаменяемое. То есть я прихожу в театр, и там получаю какие-то свои удовольствия от актерской игры, от ансамбля, от режиссера. Выхожу со стендапом, свои удовольствия. Ну, а смотри, стендап Циммермана, он же как раз такой уникальный продукт, где не просто ребята, которые никогда в жизни не занимались, да, не были на сцене. А там же у вас именно актеры изначально, ребята. Актеры, режиссеры, музыканты, такая театральная богема. Нас объединяет то, что мы все же были в основном российский юмор, российская комедия, это выпускники КВН, школы КВН, прекрасные школы КВН. Мы не играли никто в КВН, мы учились в театральных, работаем в театре и так далее. То есть мы такая театральная богема. Более профессиональные люди. Ну, смотри, в КВН-то как раз-таки ребята играют те, которые совершенно не имеют отношения к творческой профессии. Но теперь... Теперь можно всем, да? Все кадры авторские на телевидении, большинство это КВНщики. Это КВНщики. Актеры у нас тоже КВНщики. То есть сейчас эта грань вся разнылась уже. Да, да. И вот это на самом деле интересно, друзья. Чтобы заниматься стендапом, надо профессионально, да, обучаться актерам. Знаете, на месте тех слов, когда наш гость сказал, а мы просто театральная богема, мы послушаем лукость и вернемся обсудимых. Да, вставайте с нами. Наши дорогие охотники и охотницы, мы с нетерпением хотим сообщить вам, что конкурс «Охота на Субару» сегодня впервые состоялся. И теперь участником можете стать каждый из вас. Абсолютно. Амбарцум, ты тоже можешь, друзья. Я сейчас правила, да, узнаю и буду охотиться. Как правило, все очень просто. Каждый четверг наш ведущий Максим Колесников, который ведет территорию машин, да, приезжает на определенную точку в городе. Сегодня они были в торговом центре «Лио». Ни на чем-нибудь, а на красном «Субару Форестер». Да, друзья, да. На красном «Субару», который, кстати, можно найти, отличить от любых других автомобилей, потому что он чистый, правильно, чистый, брендированный, красивый автомобиль. Друзья, те, кто смотрит, вот сейчас уже видят наших победителей. Давайте сейчас немножечко расскажем об условиях проведения этого конкурса. Как я уже сказала, Максим Колесников приезжает на определенную точку. Там он делает фотографии. И вот эти фото, подсказки в нашем утреннем эфире он отправляет сначала в прямой эфир. Поэтому все, кто едет с утра за баранкой, крутит или, может, слушает, смотрит дома, я не знаю, могут увидеть. Смотрят эти фотографии по радио. И видят. Ну, ребята комментируют наши ведущие, наши коллеги, естественно. Итак, они видят эти фото, подсказки в прямом эфире. Естественно, они заходят в наши соцсети. У нас Инстаграм активный, группа ВКонтакте. На нашем сайте страна.фм не только подробная информация, но и фото, подсказки тоже можете найти. И буквально в первые 15 минут все, кто увидел, все, кто находится неподалеку, срываетесь с места, отправляетесь на эту точку. И ищите, и ищите, рыщите, ищите. Смотрели, смотрели, смотрели фильм «Оружейный барон» с Николсом Кейджем. Помните, когда он сажает самолет, и за 15 минут африканцы разбирают самолет? То же самое практически происходит с Максимом Колесиком. Просто разлетаются подарки из его машины, и все. Да, друзья, наш багажник набит подарками, поэтому для, ну не для всех, ладно, для трех первых приехавших ехать в подарки. Но сегодня был исключительный день, так как сегодня наша акция стартовала. Сегодня без подарка не остался никто. Итак, не прошло 15 минут, как нашему Субару стали подъезжать первые победители, а именно это Игорь, Алексей, Вячеслав, Анна и Максим. Мы вас поздравляем. Да, дорогие друзья, вы все правильно посчитали, их было пятеро, при условии того, что их должно быть трое. Но двум остальным просто заперли центральный замок внутри машины и включили дальний свет и долго сигнали, пока они не уйдут. Миша, ну не пугай наших зрителей, ну что ты, Миша. Я так и делаю. Всем остались подарки. И омывайку еще. Среди подарков были чудесный плед, набор автохимии «Сонакс», подарки от «Ликвимоли», сюрпризы от компании «Субару», а также наши фирменные шарики с логотипом телерадиоканала «Страна Абома». А чего стоило еще селфи, я думаю, с Максимом Колесниковым? Селфи, о да, я бы за этот подарок, друзья, мы сразу бы побежала бороться. В общем-то, следите за нашим конкурсом, обязательно посещайте наши соцсети, заходите на наш сайт и Facebook, Instagram, наша группа ВКонтакте. Наша следующая охота на «Субару», вот сейчас, внимание, состоится 26 июля. Это будет следующий четверг. Оставайтесь с нами, охотьтесь на «Субару», сегодня уже не нужно. Слушайте и смотрите телерадиоканал «Страна АФМ», поехали! Дорогие друзья, ну что ж, тот самый третий выход, перед которым Маша обычно и говорит мне, иди, Мишенька, на колени, становись перед камерой. Ну что ж, вот я, Маша, на коленях, твоя мечта еще раз сбывается, как и, собственно, каждый эфир. Я представляю именно в этой позе Маш Новая, Амбарцум, и мы продолжаем наш странный вечер. Амбарцум, привет. Мне так нравится повторять твое имя, она, знаешь, она такая, какая-то мелодичная, Амбарцум. Да? Нет, тебе девушки так не говорят? Во-первых, если бы я знал, что это так будет восприниматься, я бы не так нервничал на протяжении третий лет жизни. Я бы такой, ааа, но нет. У меня красивое имя, тем более я еще и актер, да и вообще у меня все схвачено. Да, друзья, мы в прошлом выходе уже поговорили об актерской карьере Амбарцум и то, что тебе помогает, на самом деле, это очень сильно на сцене. Но я знаю, что ты являешься еще и педагогом в школе стендапа Циммермана. Рассказывай, потому что я, честно вам скажу, признаюсь. Все, Маша, хочет подучиться. Я задумалась над тем, да, что надо пойти подучиться. Вот Мишка так классно шутит, а мне, наверное, что-то не достает. Что делать? С чего начать? Как? Что читать? Защита, Мария, давай. Учусь, учусь у тебя, Миш. Некоторое время назад мы придумали такой проект образовательный, школа стендапа Циммермана. Любой человек может прийти и пройти курс стендапа. Мне нравится, что любой. Ну, это важно, да. Любого возраста, любого там. Любого возраста, любого пола, вероисповедания, эмоциональности, материального достатка, просто прикольного. Умственного достатка. Главное собрать 5 тысяч рублей. Остальное не важно ничего. Сейчас уже выпустилось больше 200 человек прошли школу. Ух ты. И мы очень гордимся нашими результатами, потому что многие работают на телевидении. И как авторы, и как комики. Кто не стал работать на телевидении, успешно просто выступает со стендапом. Он не преследует целей телевидения. А кто и не занимается и стендапом, и не на телевидении, они просто сильно изменились как личности. Потому что школа стендапа, ну, это прям... Мы это всегда сравниваем с прыжком с парашютом. Но только это страшнее. В смысле, стендап. Стендап. Да, потому что стендап, это всегда про себя надо шутить. И открывать какие-то болезненные, очень личные темы. И когда человек проходит этап обучения, там, теория, работа над материалом, и вот он выходит на сцену, в зале незнакомые люди, и он шутит, и они начинают смеяться, ты уже никогда не возвращаешься к тому, кем ты был до этой школы. Ну, смотри, амбарцом, ладно это написать. Ну, вот люди, например, окей, мы работаем на телевидении, на сцене, там, ведем мероприятия и так далее. Ну, а те люди, которые пришли совершенно вот с другой сферы деятельности, они же никогда не были на сцене. Я просто не представляю, какой вообще шок они испытывают, когда они выходят перед переполненным залом. Вот есть какие-то такие тренинги, расслабляющие, не знаю, умеи, направленные, да, на общение с публикой. Я здесь замечу, по-моему, по исследованиям ученых, страх публичного выступления у людей, неподготовленных, у обычных людей стоит дальше, чем страх смерти. То есть они готовы... Да, это же безумно. Человек боится, да, умереть там не так страшно, да, как выйти на сцену, это точно. Но это самый задаваемый вопрос внутри нашего курса, как успокоиться, как избавиться. Мы рассказываем, вот мы... Я понял, что лучше всего помогает личный опыт. Вот ты рассказываешь, как ты переживал, как ты страдал, как ты боишься, и тогда люди немножко успокаиваются, потому что те упражнения, тренинги, какие мы даем, а их немного, они по факту, ну, не помогают. Потому что даже опытные артисты безумно волнуются, ну, потому что стендап – это квинтэссенция исполнительского искусства. А ты стоишь на сцене перед незнакомыми людьми, рассказываешь о своей жизни, и они либо молчат и на тебя в ужасе смотрят, как это обычно бывает, либо смеются. И это, ну, настолько страшно. Опыт, помогает опыт, чем больше выступаешь, тем меньше боишься. И, ну, наши личные истории о том, как мы... Ну, подожди, ну ладно, ваша личная история, но у него-то свой монолог, который он придумал. Вы помогаете отработать подачу этого? Безусловно, подача, конечно. Это же очень важно. Это специальное занятие, даже серия занятий, это уже на финальном этапе. Человек выходит, он нам рассказывает свой монолог. Ага, и вы с ним уже работаете. Да, обратную связь работаем, помогаем, как, где нужно паузу сделать, помогаем. Но там, надо сказать, что все равно в стендапе мы стремимся к максимально естественной подаче. Человек должен выйти и рассказать. Ну, как ты в жизни себя ведешь, правильно? То есть не нужно играть. А, Барсон, ну раз уж у нас такой складывается здесь кружок анонимных трусов, мы здесь их кружком-то и сидим, ну давай вот честно сознаемся вот сами перед собой втроем, да? Это, кстати, поможет начинающим юмористам, вообще тем людям, которые выступают публично, хотят какой-то публичной деятельностью заниматься. Вот скажи честно абсолютно, было ли у тебя хоть одно выступление, публичная какая-то деятельность? Вот выходить надо на сцену, вот они ступеньки и там зал, чтобы ты не боялся. Вот я тебе скажу первое, у меня ни разу не было. Не важно, Маша, скажи ты. Ни разу. Было, что не боялась. Раз. Ребята, один раз. Послушай, тот утренник в детском саду в твои четыре года. Именно он. Ну серьезно, а когда? Вот скажи честно. Вот для меня это новость. Серьезно? Для меня не важно. То есть я приведу пример. Мероприятие 30 человек, какая-то маленькая уютная свадьба, либо это концерт, я не знаю, в рамках Москвы. Ну слушай, а мне кажется, это дело опыта. Вот если ты каждый день, по несколько раз в день, будь то ведешь мероприятие, или прямой эфир, да, у нас здесь то же самое. Каждый эфир ты как бы, как заново выходишь, не знаю, встаешь к микрофону и так далее. Но если это изо дня в день и целый день, то мне кажется, рано или поздно ты все равно... Это превратится в ремесло. Сверхчеловек. У меня было... Вот я ни разу не был такого, что не боялся. Было такое один раз настолько малодушие надо мной, что я подумал, что мне это все не надо. Я же могу сейчас просто поехать домой, и никто ничего не скажет. Да, да, эти мысли. И я вот был на пороге, слава богу, удалось сломить это, выйти, выступить, и я был счастлив. Но я считаю, что лучше волноваться. Вот артисты, вообще театральные артисты говорят, что самое страшное, когда ты перестал волноваться. Ты стоишь в Новый год, любые артисты расскажут, что у них очень много спектаклей, и даже стоишь на каком-то там 35-м спектакле за неделю, и занавес начинает открываться. Я слышу голоса детей, которые в зале сидят, зрители, и я понимаю, что я очень волнуюсь. И это приятно. Я сказал артисту, который был сильно старше меня, вот о своих чувствах, поделился с ним, он сказал, так ты будь счастлив, что так. Когда это, ну, перестанет с тобой происходить, все, уходи, но это бессмысленно уже этим заниматься. А вот этот взрослый артист, он уже все, не волновался? Он тоже волновался. А, он тоже волновался. Там разница только в том, что ужас они испытывают. Маша, все, уходи. Все понятно. А ты знаешь, вот я не ушла, вернулась обратно и опять стала волноваться. А что, такое тоже? А потому что я не такая, как все. Может быть, из-за этого все по-разному. А, Мартем, ну вот ты говоришь, что у вас есть все-таки какие-то такие крошечные упражнения. Можешь с нами что-нибудь вот сейчас провести, что-нибудь такое просто? Ну, первое, что мы говорим, здесь не будет наматерских упражнений. Нужно расслабиться? Во-первых, во-первых. Я могу, кстати, встать. Встать? Я тоже могу встать, кстати. Давай мы встанем вместе. Можно встать, можно встать. Мы встанем к тебе. Мы все встали. И сначала вот опуститься так, как будто на вас тяжелое-тяжелое какое-то одеяние. Вот так вот. Так, так, так. Мы стоим сейчас все опущенные, друзья. Вот так какое-то время надо постоять. Мы сейчас не будем стоять все это время. Так, ну все, постояли как будто бы. Начинаем глубоко дышать. Глубоко дышим, в живот набираем, надуваем, максимально надуваем живот. И медленно выдыхаем, медленно выдыхаем. Опять, только как проверить? То есть не грудью... Камни пошли чувством. Да, камни пошли чувством. Не грудью дышим, а живот. И медленно дышим. Когда мы медленно дышим, мы, так сказать, обогащаем мозг кислородом, успокаиваемся. Когда рожаешь, тоже говорят, надо дышать глубоко и медленно. Ну, я как бы не имею пока опыта. Ну, я тоже, пошли в воду, Мишки, отошли. Друзья, пока меня сейчас будут оправлять, мы, наверное, послушаем музыку, что-то со мной происходит. Да, мы выходим, да? Поиграем тогда в следующем выходе, друзья. Дальше еще интереснее. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, ну что ж, вот видите, не словом единым, а еще и делом подкрепляю я тот самый анонс нашего дня рождения, нашего розыгрыша подарков. Вот ты наклеила на свою машину наклейку? Вот такую наклейку я наклеил даже на свою папку, потому что я на ней перемещаюсь, аки на ковре самолета. Да, друзья, вы можете эту наклейку найти, все адреса, где можно, во-первых, взять эту наклейку на нашем сайте страна.фм. Вы ее берете, наклеиваете на любое транспортное средство, будь то самокат, сегвей, не знаю, автомобиль. Планшет, почему нет? Вот, да, средства приезжения, планшет, ковер, самолет, как удобно. Вот, и после этого вы становитесь участником и претендентом на самый главный приз. Поэтому подарков у нас очень много, и один из подарков сегодня сидит у нас здесь, амбарцом Симонянцев. Да, друзья, мы продолжаем сегодня вечер с юмором, конечно же, как и всегда, с Машей и Мишей. Миш, давай прямо сейчас перейдем уже к конкурсу, а потом еще немножко поболтаем. Давай, у меня конкурс, почему я, собственно, и достал этот планшет и быстренько его оклеил за анонс. У меня будут вопросы к нашему гостю, но ты же не можешь не участвовать, и к тебе у меня тоже будут вопросы. Конечно, я так люблю отвечать на вопросы. Я должен, вы знаете, убить в этом интерактиве обоих, нет, обоих зайцев. Я должен сделать так, чтобы я понравился амбарцому, и чтобы он победил, и чтобы он еще раз пришел. А, то есть амбарцом победит? Да, я сразу это тебе объявляю. Все, я поняла, что надо делать. Просто надо поиграть. Смотри, я вот думал, во что же можно с амбарцомом поиграть? Отталкиваясь от имени, все такое имя, амбарцом. Ты сам сказал, что ты богема, ты театрал. Нарды, все же нарды. Все же нарды и при стенах. Нет, будет игра, где мы покажем, что ты практически академик. А Маша тебе проиграет. У меня есть вопросы для тебя, это стандартная викторина, есть вопросы для тебя, а потом для Маши. Ты будешь отвечать первый, Маша будет отвечать второй. Ничего абсолютно сложного. Потом мы просто играем до пяти, считаем очки. Кто победил, тот победил. Скажи, пожалуйста, амбарцом, ты готов победить? Я готов, да. А, Маша, а ты готова победить? Я сегодня не готова проиграть, вот так я скажу. Ай, пожалуйста, но придется это сделать все-таки наш гость, амбарцом. Ну и так, поехали. Первый вопрос, амбарцом. У какой геометрической фигуры нет углов? А, такие вопросы? А ты думал, так ты отвечай, это твой вопрос. Ну? Я не знаю. У какой нет углов? 15 августа придешь к нам на день рождения. У какой фигуры нет углов? Ну подождите, ну дайте вы. Ай, да. Я уже наступал. Все, давай, да. Нет, а я потом просто, можно же нарезать и выложить в Ютьюб, типа... У нас прямой фигур, какой ответ? Круг! Ура! Один ноль, амбарцом повел. А, ну если такие вопросы, я тоже справлюсь. Да, вопрос Маши. Ежесуточная Земля прибавляет в весе 400 тонн. А за счет чего? За счет воды. Ответ неверный, за счет космической пыли. Мы возвращаемся к вам, к будущему победителю. Пожалуйста, амбарцом, какое число содержит одинаковое количество цифр и букв? Число Пи. Число Д. Это не число. Хорошее мое. Да, я поняла. А для кого-то это и число. Число Джи. А для кого-то это смысл жизни. Три. Там, там. Что, что? А что еще раз? А что ты подсказываешь, амбарцом? Мне не подсказывает главное. А я просто показываю, какое число содержит одинаковое количество цифр и букв. Одинаковое. А-а-а! З, типа. И три. Ну, собственно, с. Число с... СТО! СТО! А-а-а! А что ты три показываешь? Ты когда водишь... Три буквы, три, три. Ты водишь в заблуждение нашего года. Ты показываешь три ему конкретно. Я думаю, три... А, пожалуйста, пожалуйста, тебя абсолютно без заблуждения, тебе ничего показывать не буду. Каким двум пассажирам, согласно правилам международных авиаперевозок, нельзя находиться в одном ряду кресел, салон, с самолетом? Двум пассажирам, да? Мы можем вместе ответить. Давай вместе. Да. Двум мужчинам. Нет, почему? Не знаю. Каким пассажирам нельзя одновременно... Кошки и собаки. А-а-а! И это третье очко, которое отправляется от Маши Амбарцову. Три ноль счет. Да почему уже? Три ноль! Три ноль счет. Кошки и собаки? Ты и так придешь с пятнадцатого. Так, давайте еще раз, пожалуйста. В Вазе лежало... Ну, Ваза, ну, самая наша любимая. В Вазе лежало пять груш, пять яблок. Девочка взяла себе два апельсина. Сколько фруктов осталось в Вазе? Я всегда любила такие загадки. Десять? Правильно, пять груш и пять яблок. Отлично, четыре ноль. Маша, ты готова? А дальше вопросы про международное авиалинию. Этот вопрос даже был не на логику, а мне кажется, на идиотизм какой-то. Какое очень важное на создание русского языка. Секундочку, почти. Мы на финишной прямой. Какой очень важный научный прибор ученые эпохи Возрождения и Средних веков делали из небольшого количества воды и меда? Это втулка. Это лупа. А я была рядом. Лупа, втулка. В виде капли на маленькой дырочке. На какой дырочке? На той самой, о которой ты говорила в первом вопросе. Ребята, что тут мешает? Пятнадцать... Ты готов? Все, последний шаг. А я прям на пальцах вышел. Пятнадцать учеников в классе писали контрольную 45 минут. Сколько времени потратил на контрольную каждый ученик? Наверное, 45 минут. И со счетом 5 минут разгромил. Это было грандиотно. Побеждает нам Боржо. Обожаю такие игры. Обожаю свои недели, когда конкурсы придумываю я. Ну что? И вот эта передача «Умники и умницы» меня сейчас в ГИМО неожиданно приняли. Приняли, да, да. Послушай, послушай. Это меня в ГИМО приняли неожиданно в 2005 году. А они туда по праву поступили. Придали и предали себя там явно. В общем, амбарцум. Я перехожу уже к объяснению нашего финального завершающего конкурса. Это Блиц-опрос. Мишка сейчас будет тебе задавать вопрос. Ты коротко, не думая, должен о них отвечать. Ровно, как мы сейчас делали в игре. Все то же самое, только про себя. Итак, погнали. Для меня самое важное в жизни. Жена и дочь. Идти по жизни с юмором это? Быстрее. Идти по жизни с юмором это? Это идти. Это? Ну, это смотреть позитивно на все, что происходит. Все неудачи. Прекрасно. Серьезно. А если бы сейчас был 2018 год, что бы ты делал? 2018 год? Я бы позвал свою барыню, и мы бы там смотрели на усадьбу. Отлично. А 2018? 2018. Позвал бы барыню? Позвал барыню. Смотрели на киборгов. Когда я буду таким же креативным, умным, но уже старым амбарцумом, я скажу своим праправнукам? Учите английский. Если бы не юмор, я бы сейчас был поваром. Вот такой вот повар амбарцум был сегодня у нас. Да, друзья, спасибо. Амбарцум, Сиванян, стендап-аминец Симмермана, да и вообще стендап-комедийный актер. Спасибо, что пришел к нам. Спасибо. Встретимся в следующем часе. К твоему взгляду. Продолжение следует...